Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео буду чистить подоконник. Хочу вам порекомендовать отличное магазинное средство, которое позволит, ну, крайне быстро отбелить пластик, удалить с него любую грязь и сделать это очень бюджетно. Средство называется Санолит. Это кислородный гель производитель Аист. Тот же самый производитель, что у отбеливателя БОС, у шикарного хозяйственного мыла Солнышко. Вообще, эту питерскую фирму Аист я обожаю. И вот все средства, которые я пробовала, они действительно хорошо работают, действительно помогают в уборке. И стоят они бюджетно. Значит, это средство подходит для чистки эмали, акрила и гранита. Но моя постоянная подписчица Наталья Воронцова попробовала этим средством выбеливать, чистить подоконники. Написала мне, что просто суперрезультат. Я тут же попробовала, потому что Санолит у меня всегда есть дома. Я чищу им акриловые ванны. И мне тоже очень понравилось этим средством чистить подоконники. Следы от горшков, пыль, грязь, клей, все счищается за секунды. В этом году я все чищу вот такой вот тряпочкой. Купила ее в обычном супермаркете. Очень нравится. В своих видео я вам уже ее показывала. Значит, тряпочка большая. Я ей чищу абсолютно все. Я ей чищу подоконники, чищу бытовую технику, линолеум в тех местах, где скапливается грязь, газовую плиту и так далее, и так далее. Значит, одна поверхность у нее жесткая. Вы знаете, здесь как такая вот очень мягкая металлическая щетка. То есть она не царапает поверхность, но при этом шикарно чистит. А вторая сторона гладкая и мягкая. Но я чаще всего пользуюсь вот исключительно этой поверхностью. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. А те, кто любит читать, полезные советы могут найти в моей книге, которая называется «Чистый дом. Счастливый дом». Ссылку на книгу вы можете найти под этим видео. Эту тряпочку я слегка смочила водой. Теперь беру средство и распределяю его по всему подоконнику. У меня на подоконнике есть следы от цветочных горшков, поэтому средство наношу и оставляю где-то примерно на 2-5 минут. Через 2 минуты весь подоконник чищу. Все шикарно прочищается. Если на подоконнике есть какие-то царапины, в которые забивается грязь, пыль, вот это средство, оно шикарно все прочищает, выбеливает. И подоконник становится идеально белым. Итак, чищу дальше. Немного средства. Средство нужно совсем чуть-чуть, оно шикарно пенится. Точно так же вот следы цветочных горшков, клей. Сейчас сюда я нанесу чуть больше средства, чтобы выбелить швы. И тоже оставляю 2-5 минут. Через 2 минуты дочищаю подоконник жесткой тряпочкой. Смотрите, следов от цветочных горшков вообще не осталось. Все счистим. Остались вот здесь вот в швах следы клея, я делаю следующим образом. Беру немного этого средства. Беру немного соды. Смотрите, сейчас в какой упаковке стала сода. Очень удобно. Здесь срезаешь. И вот столько, сколько нужно добавляешь. Дальше беру вот такую вот щеточку. Она очень хорошо прочищает швы. Вот такие вот труднодоступные места. И смотрите, вот буквально одно движение. И шов белоснежный. Вот настолько белоснежный, вся пыль, вся грязь из него вычистились. Поэтому, если у вас на подоконнике прям вот такие огромные желтые следы от горшочных цветков, берете немного санелита, немного соды, оставляете на 1-2 минуты, затем жесткой щеткой все счищается без усилий. Я вообще в восторге от этого средства. Все, не придраться. Идеальная белая поверхность. И, друзья, последний участок подоконника, следы от цветочных горшков, клей, грязь, пыль, все сейчас быстро очищу. Немного средства. Можно сразу же подоконник споласкивать чистой водой, но мне кажется, лучше это средство оставить для контакта на несколько минут. Тогда достигается эффект белоснежности. Вот, смотрите, щетка сюда плохо проникает. Там, где клей, беру немного соды. Сода вообще шикарная, не комкуется. Очень классно ей работать. И немного средства. И щеточкой начинаю чистить. Получается паста, и эта паста шипит. То есть, идет реакция. Все, смотрите. До свидания. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует... Здесь где-то совсем глубоко клей, поэтому сделаю еще немного. Промывать подоконник буду этой же тряпочкой, только другой стороной. Эта сторона очень мягкая, ворсистая. И очень хорошо собирает соду. Все, друзья, идеально белый подоконник. Когда пластик высохнет, он станет еще белее. Пластик будет как новый. Поэтому, друзья, обязательно попробуйте этот легкий бюджетный способ. На лето купите средство Санэлит, 100% пригодится. Продается во всех магазинах, супермаркетах, хозяйственных магазинах. Чаще всего стоит на нижних полках из-за своей бюджетной цены. Значит, чистить не только пластиковые подоконники. Можно чистить сантехнику, акриловые ванны, плитку. В общем, все, к чему прикасается это средство, становится чистым. Если поверхность белая, поверхность становится белоснежной. Для чистки швов рекомендую вам смешать Санэлит плюс соду. И взять вот такую вот узкую щеточку. Продается она в магазине Магнит. Щетка очень добротная, стоит копейки. Я этой щеткой пользуюсь уже несколько месяцев. Смотрите, она нигде не распушилась. Такая же жесткая, такая же удобная. В общем, классная вещь. Тоже рекомендую приобрести. Друзья, я как всегда надеюсь, что мое видео окажется для вас полезным. Моей подписчице Наталье большое спасибо за такой дельный совет. Он действительно 100% работает. Вы, друзья, в комментариях пишите, понравился, не понравился вам способ. Может быть, у вас есть какой-то свой проверенный рецепт. Делитесь им обязательно. Будет полезно не только для меня, но и для других подписчиков канала. Всем вам большое спасибо за просмотр. Если видео было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok